Здорово рыболовам! Сегодня проводим эксперимент с опарышем, мотылем и зимней прикормкой. Камера расположена на глубине 6 метров посередине крутой бровки. Нашел золотую лунку, много плотвы и окунь пастух. Опускаю кормушку с опарышем. Потва немного расходятся, освобождая для нее место. Опарыша добавил в кормушку прям с опилками. Плотва тут же собирается, но опарыша не ест. Возможно, это связано с тем, что очень активный опарыш на поверхности при попадании в ледяную воду абсолютно не двигается. Окунь также к нему равнодушен. За бортом температуры минус 9, низкое давление и снегопад. Камера смотрит на вершину бровки. Опуская вторую кормушку с грязным мотылем, потва снова отплывает, а смелый окунь держится совсем рядом. Кажется, что сейчас начнется пир на весь мир, ведь мотыль, в отличие от опарыша, очень активный. Но все не так просто. Окунь мотыля с удовольствием ест, а потва просто плавает рядом. Может, она боится окуня? Третью кормушку с зимней покупной прикормкой раскрываю в метре от дна. Окунь охраняет свою добычу, но самый смелый у плотва заходит справа и все же съедает мотыля. И вот только когда большая часть прикормки достигает дна, происходит самое удивительное и интересное. Плотва начинает очень активно есть мотыля. Парадокс. Прикормка быстро собрала плотву, а кушает она в основном мотыля со дна, которого до прикормки она почти не ела. Серебристых красавиц становится все больше и больше, и окунь начинает их гонять. Вот первый раз. Вот второй раз. Окунь разгоняется и врезается в нее. Параллельно с подводной съемкой в этот день я успешно ловил плотву с той же лунки. Лучше всего она клевала на поплавочную удочку с крючком и одним мотылем колечком. На мормышку клевала похуже, а на игру почти совсем не брала. Здесь плотва приблизилась к окуню слишком близко, и тот ее коротким движением отогнал. Из этого эксперимента можно сделать вывод, что плотву лучше всего кормить комплексно. Зимнюю прикормку сочетать с мотылем. С нетерпением жду ваших комментариев по этому ролику и новых идей по съемкам. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных экспериментов. С вами был Сергей Сорокин, и скоро увидимся.